Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про защиту нашего иммунитета от вирусных инфекций. В период, когда у нас большое количество вирусных инфекций, то мы занимаемся их профилактикой. И инфекционные заболевания, также вирусные, можно лечить с помощью падов, например, такие как герпес. А что мы используем для профилактики вирусных инфекций? Первое. Мы знаем, что входными путями вирусных инфекций являются наши дыхательные пути. Значит, нам надо обеспечить защиту нашего носа. Для этого мы берем Назоваль. Это порошок, микрокристаллическая целлюлоза. И мы его просто с порошком засыпаем в нос. Таким образом, он будет адсорбировать на себе аллергены, вирусы, которые не смогут попасть в наш организм. Также входными воротами вирусных инфекций у нас является наш желудочно-кишечный тракт. Поэтому нам важно защитить. Первое. Ротовая полость. Для этого мне очень нравится вот такой хороший препарат. Это жевательный цинк. Цинк у нас мощно поддерживает иммунную систему. И в данном случае, если он жевательный, он будет нам обеспечивать местный иммунитет. Плюс вот здесь очень хорошая комбинация. Потому что кроме цинка в составе будет и хиноцея, который также является иммуномодулятором, адаптогеном. И в составе здесь находится витамин С, который также усиливает образование нашего интерферона. Средства, помогающего защите от вирусных инфекций. Кроме местных пастилок цинка, можно использовать еще и цинк вовнутрь. Значит, я советую использовать либо хилатный цинк, либо пиколинат цинка. Это наиболее усвояемые формы цинка. Никогда не используйте неорганические формы, например, такие как цинка СО4. То есть таких форм использовать не надо. Соль, серные кислоты. А только вот такие вот формы. И обращаю ваше внимание, что от цинка может тошнить. Если тошнит от цинка, то цинк мы употребляем во второй половине дня, после еды, а не во время еды. И если есть высота от цинка, значит, скорее всего, у вас единственные здесь желчеводящих путей. Значит, надо здесь тоже разбираться и использовать желчегонные препараты. И после этого цинк будет прекрасно переноситься. Очень хороший иммуномодулятор местного действия и общего действия. Вот такой цинк. Также для ротовой полости очень хороший, мне нравится вот такой состав. Здесь будет экстракт гвузины. И тоже здесь хиноцея есть. Очень тоже большой состав. Просто мы его пырскаем в рот. Также будет поддерживать нам ротовую полость. Для защиты нашего желудка, желудок нам также помогает, чтобы он не являлся входными воротами для вирусов и бактерий, нам нужно усиливать кислотную желудку у тех людей, у которых она снижена. Для этого мы используем хорошие ферментные комплексы, в составе которых есть бетаин. Бетаин у нас усиливает кислотность желудка. И также вообще, в принципе, использование любых ферментов помогает нам тоже лучше переваривать еду и бороться с вирусными и бактериальными инфекциями. Хороший вариант это клюква. Клюква способствует тому, чтобы, например, грибы и бактерии, которые есть у нас в кишечнике, не брали за руки, не строили свои домики, в которых они живут. Она также защищает нас от вирусных инфекций, поддерживает нам иммунитет. Есть очень хорошие комбинации, например, в сочетании, как в данном случае, клюква с пробиотиками. То есть периодически небольшие курсы пробиотиков можно принимать. Но злоупотреблять пробиотиками не надо. Только не больше одного месяца такие вот поддерживающие курсы. Хорошим средством в борьбе с вирусными инфекциями или профилактики является монолаурин. Вообще лауриновая кислота, она поддерживает нашу иммунную систему. Лауриновая кислота, например, есть в кокосовом масле. Поэтому можно, например, деткам давать кокосовое масло или самим употреблять его в пищу. И вот такие вот добавки монолаурина. Прекрасное средство L-лизин. Это аминокислота, которая также помогает нам бороться с вирусными инфекциями. Если у вас есть герпес, то, пожалуйста, использование L-лизина. И это очень хорошо помогает от герпеса. Здесь, кстати, очень хороший состав. Мне нравится лизин с бета-глюканом. А бета-глюкан – это будет дополнительное еще вещество, которое укрепляет нашу нормальную микрофлору. И также адсорбирует на себе различные вирусы, бактерии уже в нашем кишечнике, если они туда попали. Хорошими еще противовирусными средствами являются экстракт оливы, вяз ржавый, энзим-дефенс. Это то, что помогает нам в профилактике и борьбе с вирусными инфекциями. Я желаю вам здоровья.